В редакцию нашей телекомпании обратились жители села Рахинка Среднеоктубинского района. С середины марта в одном из двухэтажных домов, в котором находится 8 квартир, отключено электричество. Люди вынуждены не только пользоваться свечами и обходиться минимальным набором продуктов питания, но они даже не могут общаться с родными, ведь при зарядке сотового телефона также не обойтись без света. Почему рахинцы оказались в такой ситуации, выясняла Наталья Стегнцева. Двухэтажка по улице Ленина 59 в селе Рахинка. В этом доме живут переселенцы из Казахстана и Узбекистана. Сейчас уже в основном пенсионеры. Здесь всего 8 квартир с минимальным набором коммунальных благ. До недавних пор в их числе было и электричество. Но вот уже больше двух недель люди не могут пользоваться бытовой техникой, а главное, по вечерам вынуждены жить при свечах. Вот холодильник у нас пустой от того, что нет света. И вот как в наше цивилизованное время мы живем со свечками. Пожалуйста. Это в наше цивилизованное время. Свечи во всех комнатах, продукты, причем в небольшом количестве, на подоконниках. Пока на улице прохладно, есть шанс, что сразу не испортится. Ситуация с концом света для нас, всех жильцов этого дома, говорит Елена Ржевская, стала полной неожиданностью. Мы всю жизнь платили, все время платили в ЖКХ, наше местное МУП Рахинское. Потом нам с января месяца сказали, надо с сетями заключить договора. Мы начали заключать договора, однако же все равно мы продолжали платить в наше МУП, местное Рахинское, Кобликово. Вот. И нам ни с того ни с чего приехали и отрезали свет. За что, почему, мы никак не можем понять. На руках из документов у Елены вот такая тетрадка, по которой у нее принимали в местном МУПе плату за свет. Рабочий проект на электричество и договор на технологическое присоединение ее квартиры к сетям. Как пояснила женщина, еще летом прошлого года она с соседями по дому отказалась от услуг местной управляющей компании. Однако по-прежнему продолжала перечислять ей деньги. Ведь по закону между жильцами и поставщиками ресурсов должен быть посредник, в данном случае, единственная в Рахинке коммунальная служба. 59-й дом по улице Ленина, который платили нам за электроэнергию постоянно. Постоянно эти деньги, которые мы получали от жителей, все денежные средства были направлены в энергетическую компанию. Задолженность по этому дому составляет только одна квартира, 12,5 тысяч. Больше в этом доме задолженности нет. Так а почему все-таки сложилась такая ситуация, что люди отключились? Ну, это нужно спрашивать у энергетики, почему именно они отключили этот дом. Со своей проблемой жильцы стучат во все инстанции, в том числе и в прокуратуру, и в суд. Но сколько это займет времени, неизвестно. Дом же продолжает стоять обесточенным. Провода сиротливые висят на столбе, а жильцы чуть ли не ежедневно рискуют своим здоровьем. С вечера мне было плохо с сердцем. Я сердечница на инвалидности. Приехала скорая, а у нас света нет. Они с лампой искали, с керосиновой лампой. Она не могла разобрать, какой она мне укол может поставить. Наталья Стегонцева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба» из Среднеахтубинского района. Наталья Стегонцева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба» из Среднеахтубинского района. Продолжение следует...